Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман И сегодня в нашей технической рубрике, а вернее в хозяйственной Мы будем заниматься тем, что разбирать, какая химия нужна для чего на лодке Как мыть тик, как мыть пластик, как убирать рыжие разводы, как убирать черные полосочки и многое-многое другое Поэтому давайте сейчас внимательно это все разберем и помоем лодку Нам необходимо два типа щеток Вот эта щетка, она мягенькая, она нужна для того, чтобы не испортить тик Потому что тик при шкрябане очень сильно разрушается Вот эта щетка, которая такая достаточно пожестче, она нужна для уборки пластика Номер один мы начинаем с мытья пластика Берем шампунь, это шампунь-концентрат И его смешиваем немного с водой, для того, чтобы получился мыльный раствор Вот так Далее мы это все размешиваем Получается такое достаточно нормально мыльное И теперь этим начинаем мыть пластик Далее нам эта щетка больше не подходит Потому что эта щетка нам нужна была для того, чтобы только нанести пену, только нанести сам шампунь Вот, вот так это все унесено Теперь этот шампунь нужно оставить на небольшой промежуток времени Нужна жесткая щетка И этой жесткой щеткой мы начинаем идти по направлению и поперек По диагоналям, для того, чтобы вся грязь, которая есть вот в этом рифлении, она вымылась Ну и соответственно ровные поверхности мы также намыливаем и протираем этой щеткой Далее мы просто берем ведро с соленой любой водой И просто смываем это все Для того, чтобы на пластике не оставалось никаких разводов Его нужно очень хорошо и насухо протереть вот такой вот тряпкой из микрофибры Потому что если этой тряпкой не протереть, то там где останутся капельки, там останется очень некрасивые серые пятна Потому что какая-то пыль есть в воздухе, какая-то пыль есть на лодке Оно естественно все оседает Этот шампунь нам нужен только для пластика На пластике иногда остаются черные разводы Для этого нам нужна другая химия, мы ее сейчас будем убирать А также рыжие пятна убираются ортофосфорной кислотой Давайте это сделаем Вот у нас ортофосфорная кислота в такой банке У нас она называется просто кислота мыть борта Но как вы знаете, кислоту нужно вливать в воду, а не воду в кислоту Начальный курс химии У нас тут есть немножко воды И сейчас мы берем и просто туда добавляем такой маленький плевочек И все, это все оставляем И естественно это все нужно делать в защите с очками, которые я использую Ну и желательно в перчатку Так вот мы сейчас подъехали к тому месту, где находится якорный рундук Вы видите, из-за того, что якорная цепь ржавеет, она гальванизированная На корпусе остаются такие потеки Это ржавчина, вытекающая из локера Так, далее мы берем ведро Мочим И начинаем ее наносить на вот это вот место Все, готово Готово, теперь просто ждем Видите, как ушла ржавчина Осталось маленькое пятнышко Вот оно находится вот здесь, я там видно не домыл Но вот зато очень хорошо видно, что эта вся ржавчина ушла Ничего тереть не надо, ничего делать не надо Просто намазал и подождал там 15-20 минут Все Здесь видно, как оно работает Вот тут видны даже следы Как стекает ортофосфорная кислота и убирает с борта ржавчину Вот здесь вот, вот вы видите Вот именно так мы и мыли рундук для цепи Именно вот Anchor Chain Locker Вот именно этой кислотой вы видели на прошлом видео Когда я чинил якорную лебедку Как красиво получилось Именно этой химией мы это и убирали Для того, чтобы у нас убрать черные полоски от обуви и от чего-либо Мы используем вот такую химию Можно брызгать прямо сюда Это очень неедкая штука Так, вот она Вот, брызгаете И потом просто Раз Раз С пластиком мы уже разобрались А теперь давайте переходим к тику С тиком намного больше мороки Первое, это тик-клин Это та штука, которая будет убирать все жирные пятна с тиковой поверхности Далее Номер два Это тик-брайтнер Эта штука нужна для того, чтобы поднять цвет, поднять красивый цвет дерева Вот увидели, как мы мыли Вот давайте сейчас смоем остатки шампуня, который все-таки попал на тик В этом ничего страшного нету Тут написано, что для того, чтобы мыть тик, нужно для сильно загрязненных брать один к одному Для слабо загрязненных один к двум Для еще менее загрязненных, там можно его добавить совершенно немного То есть это все добавлено Теперь мы берем щетку Напоминаю, что щетка должна быть мягкая Вот мы его моем И оставляем на какое-то время для того, чтобы он поднял всю грязь Так, все, постояло несколько минут, там 5 минут Мы это смываем Видите, какая рыжая вода пошла Хорошо видно, сколько грязи после тик-клинера уходит Далее абсолютно всю ту же процедуру мы повторяем с тик-брайтнером Это step number two То есть это та часть, которая будет делать красивый цвет тик Вот он, наш намешанный тик-брайтнер Поехали Он такой желтенький В общем, тиковая поверхность должна быть подготовлена Она должна быть не мокрая, но слегка влажная Чтобы не по-сухому это все размазывать Намазываем тик-брайтнером И оставляем его вот так вот еще на какое-то время Берем и смываем тик-брайтнер Так, все И переходим к номер три Следующая часть ухода за тиком Это UV-протектор D3 То есть это третья часть, третий шаг по уходу Поверхность должна быть вот такая, как вы здесь видите Слегка влажная То есть уже промытая На ней уже не должно оставаться никакой химии И дальше начинаем Мы берем просто кисточку Разбавляем с водой один к одному И просто промазываем всю поверхность Такая вот она Самая обычная малярная кисточка Но это я вам просто показываю, как это работает Поэтому подойдет любая щетка Это не масло Оно покрывает поверхность Просто таким слоем, который незаметен Он чуть-чуть имеет оттенок Но такой относительно небольшой И самое главное Она защищает тик от ультрафиолета Вот вы видите, по бокам Она немножко покрыла таким слоем А вот по бокам вот эти вот все части Если не смыть То они станут очень некрасивыми и рыжими Когда высохнут Губку И вот все, что осталось по бокам Мы просто аккуратненько стираем Если где-то вот что-то засохло То это все необходимо, конечно же, прямо сейчас оттереть Потому что когда оно высохнет Это будет очень проблематично сделать Короче, вот оно все оттерто Что будет, если это не оттереть? Вот такое вот будет красиво Вот вы видите И это на сухое очень тяжело отмыть То есть это нужно опять мочить И именно конкретно шкрябать это все жесткой щеткой Иначе оно засыхает Когда оно засыхает на тике Это выглядит красиво Когда оно засыхает на пластике Это, конечно, отвратительно Ну и вот, собственно, итог Тик, который получился вот таким вот красивым Вот это его тот цвет, который я и хотел добиться У нас такой же красивый стол Пол, как пита И все сидушки А для сравнения я ставил специально вот серый кусочек Вот видите Здесь он темный А вот этот серый Это тот, который... Вот он Он был вот то Но это еще не очень грязный Если по какому-то несчастному стечению обстоятельств Вы на тик положили любой металлический предмет Который ржавый Все Тику хана На нем останутся вот такие черные пятна Которые мы сейчас будем убирать Вот то, как пятна выглядят на сухой поверхности Вы видите Вот эта вот черная штука И она, что самое ужасное Она прогрессивная Она и дальше будет прогрессировать Становиться темнее И становиться еще более некрасивой А вот тут оно выглядит... Вот Вы видите вот это вот черное пятно Здесь просто немного влажный тик Поэтому он так не очень хорошо бросается в глаза Но по-моему его достаточно видно Тут такая вот черная-черная штука Для этого мы будем использовать вот такую химию Которая называется D100 Вот эта штука D100 еще очень хороша тем Вот вы видите написано D100 Ею можно покрывать кисточкой абсолютно все металлические поверхности Мангалы, лейра И становится все новое Как будто прямо с завода У нас есть спонжик, который намочен в этом D100 Естественно, гадость это вообще щелочь Поэтому нужно использовать перчатки Как вы видите, я этого не делаю Но так делать нельзя У меня просто закончились И просто вот это вот пятнышко аккуратненько мажется Вот этой вот штукой и остается Все, этого достаточно Эта вся черная штука уйдет сама собой очень быстро Так, и вот то место, которое мы мазали Вот вы видите Совершенно не осталось вот этой вот черной штуки Которая осталась от ржавчины Здесь вот мы мазали Оно еще, конечно же, немного мокрое Но вот черное пятно отсюда совершенно ушло И чуть-чуть подсохнет дальше На том месте, на сидушке, где мы намазывали D100 для уборки ржавчины И вот, собственно, так оно получается На лодке периодически случается так, что во время еды или что-то делая Вы можете капнуть жиром на тиковую палубу Что делать, если это произошло? Потому что жир с тика очень тяжело выводится Лучше вывезти сразу Ну или потом с многими-многими мойками специальной химией Просто вот вы его нажимаете Поверхность покрывается вот такой вот маленькой пенкой И она на себя вытягивает весь жир, который из палубы Потом просто его высыхает, смываете и ничего не остается Но это в случае того, когда вот это только-только произошло Когда оно впиталось, уже, конечно, этим решить будет очень тяжело Такая штука Брызгается спреем Остаются Ну все, это уже закончилось Остается такое белое пятно Оно просто поднимает весь жир И вы его потом просто сметаете Вот такой вот щеточкой, кисточкой С основными частями ухода мы разобрались Мы разобрали пластик и тик На лодке есть много алюминиевых деталей Такие как краны, ручки и прочее-прочее Есть специальная химия и для этого Мы ее откручиваем Там внутри находится такая паста Мы, короче, берем вот эту вот пасту Мажем ее на губку И начинаем ею натирать Чуть-чуть можно смочить водой Начинаем натирать Алюминиевые запчасти В итоге что получилось Вот вы видите Краник такой блестящий стал Вот его видно хорошо Так работает химия, которая чистит алюминий И в принципе, наверное, так работает и все Просто нужно подобрать правильную химию для правильной задачи Ну что, друзья, я думаю, что вы поняли, что на лодке скучно не бывает Вот это базовый набор химии, которую мы используем для того, чтобы лодку поддерживать в красивом состоянии А дальше я вам покажу еще немножко того, что есть у нас на лодке Для того, чтобы мыть фендеры, мыть тузик Это отдельная специальная химия Ее набор достаточно большой Я вкратце пройду по всему, что может пригодиться, на мой взгляд А дальше уже импровизируйте Выбирайте Разная химия, разные производители Что-то для кого-то работает лучше В зависимости от пластика, от всего И, наверное, на этом мы и остановимся Оставайтесь с нами Подписка И дальше мы будем вам рассказывать и показывать все, что связано с яхтингом Пока Так, далее У нас есть вот такой вот стейн-ремовер То есть он убирает все рыжие пятна И убирает его прекрасно с пластика То есть мы можем после шампуня Вот там, где осталось Вот этим вот стейн-ремовером Пройтись и убрать полностью рыжие пятна Далее Следующий Мы берем вот такой вот тик-брайтнер Это штука, которая делает тик ярче И убирает вот эту вот серость, седину То есть мы вот этой штучкой Смешиваем ее напополам с водой Моем тик и просто даем ему высохнуть Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова